В апреле изменился порядок оформления перепланировок в многоэтажных томах. Какие появились нюансы, что изменилось и как не нарушить закон во время ремонта квартиры, разбиралась наша съемочная группа. Ирина – архитектор. Недавно девушка приобрела квартиру в доме сталинской постройки и решила провести в ней перепланировку. Из трехкомнатной квартиры она сделала однокомнатную. Я увеличила зону санузла за счет коридора, объединила две комнаты с кухней, но кухню оставила в той же зоне, где она была, и убрала газ. И я себе оставила одну спальню. То есть теперь у меня получилась большая студия, спальня, и получилась из трехкомнатной квартиры, я сделала однокомнатную. Но у нас плюсом появились две гардеробные, прачка и санузел. То есть у меня нет лишних коридоров, какого-то лишнего пространства. С 1 апреля вступил в силу федеральный закон, который изменил привычный порядок перепланировки помещений в многоквартирных домах и упростил процедуру перевода жилого помещения в нежилое и обратно. Согласно закону, моментом завершения перевода помещения является внесение измененных сведений в единый государственный реестр недвижимости. Закон также изменил само понятие перепланировки. На сегодняшний день перепланировкой может считаться даже изменение параметров помещения, таких как площадь помещения, его конфигурация, образование одного помещения в результате объединения нескольких, там одного, двух, или наоборот образование новых помещений было одно, стало два помещения. Ранее такие изменения считались реконструкцией. На сегодняшний день в результате вступления сил 608-го федерального закона это считается перепланировкой. Если перепланировка проведена, то она влечет за собой необходимость внесения изменений в ЕГРН. В случае, если образовано новое помещение в результате объединения или раздела, также требуется осуществление кадастрового учета и регистрации прав на образованные помещения с оплатой госпошлины. По окончанию перепланировки помещения заявитель направляет уведомление в орган местного самоуправления по месту нахождения помещения, об ее завершении и прилагает технический план помещения, в отношении которого осуществлена перепланировка. Завершение работ подтверждается актом приемочной комиссии, который утверждается в срок, не превышающий 30 дней со дня получения органом, осуществляющим перевод помещений соответствующего уведомления. Заявитель закончил действия, связанные с перепланировкой, уведомил об этом органу, полномоченный на выдачу соответствующего решения. А те уже с момента принятия решения направляют в течение пяти рабочих дней нам эти сведения, документы, в том числе и технический план, если образовались новые объекты. И уже идет постановка на учет внесения изменений и регистрация прав на созданные объекты. Но есть и такие перепланировки, которые категорически запрещено проводить в жилых объектах. Если вы хотите сделать перепланировку или переустройство своей существующей квартиры или в поиск новой квартиры, обязательно нужно обратиться к специалисту, который вам поможет. Первое, на что мы должны обратить внимание, это существующая планировка, какие здесь стены, перекрытия и другие конструктивные элементы являются несущими. То есть те элементы, которые мы не можем двинуть или демонтировать. Отметим, что не могут быть узаконены работы при объединении двух помещений, в одном из которых находится газовое оборудование. Не могут быть согласованы работы по переносу мокрых зон из кухни в комнату и другие.